В этом сезоне в чемпионате фонбет континентальной хоккейной лиги Торпеда оформилась как самая результативная команда, как команда с лучшей атакой и с лучшей реализацией бросков, но сегодня в гостях у нижегородцев команда с одним из лучших вратарей в континентальной хоккейной лиге Нефтехимик. Кирилл Юрьевич, Торпеда набрала достаточно серьезную форму по ходу сезона, при этом есть пауза между играми. На что сегодня рассчитываете, как нужно играть для того, чтобы забрать два очка? Играть нужно дисциплинированно, не дать команде, которая забила больше всех в лиге, сыграть в их атакующих хоккей и, естественно, реализовывать свои голевые моменты. Получается, сегодня победит тот, кто сможет навязать свой стиль игры, такой атакующей торпеды, либо же ваш стиль игры? В каждой игре побеждает тот, кто совершает меньше ошибок и играет дисциплинированно и самоотверженно. Семь матчей подряд набираете очки, шесть побед, но при этом идет такой рваный календарь, нет игр через день. Как-то это влияет на тонус команды? Ну, вы знаете, да. На самом деле, непростая ситуация. Рада то, что мы набираем их, команда хорошо играет, но держать тонус, держать тот ритм игровой, тот тайминг, который необходим, это сложно. Но это не оправдание. У нас сегодня домашний матч, полный стадион, ребята соскучились, болельщики соскучились, поэтому все, что было в истории, то есть все, что было в предыдущих играх, это уже осталось в истории. Поэтому сегодня надо выходить и дать те эмоции, дать ту игру, которая необходима нашим болельщикам и, конечно, постараться выиграть очень непростой матч и очень непростой команды. Бобби Линч и Игорь Лорионов. Эта связка восстанавливается, да и Атанасов тоже с этими ребятами много играл. От Ди ушел без проблем, видит перед собой двух защитников, бросает прямо из-под них Долганов игре. Но для него это действительно опасный момент, потому что знает, как он бросает. И не совсем легко было голкиперу, потому что если бы шайба пошла чуть ниже, это так. Поэтому Профака сразу оказывается под давлением и шайбу уступает. Евгений Свечников выруливает на пятак, там и Абрамов мог вытянуть клюшку. Абрамов. Передача точно в клюшку, Орлов на пятак, бросает Свечников, весь ближний угол перекрыл Долганов. Насколько же быстрее Ежегород сейчас в этой позиции атаке. И опять Абрамов, Кагалискин! И передача! Какой гол? Это еще не гол. Алексей, ты смутил, видимо, сотрудника арены. А вот сейчас штанга и не прижата шайба. И Лорионова-старшего мы видим в кадре, но не видим мы эту шайбу у ворота. На более выгодной позиции. Потому что вот эта передача, она просто феноменальная. У Свечникова вообще практически не было угла. И буквально одними руками он нашел передачу Абрамова. Которая очень выделяется силой своего броска. Атака торпеда. Атанасов, Лорионов, бросок, Долганов отбил. Бросок из-за ворота. И вот это гол. Боби Линч великолепно все рассчитал и открыл счет. Те, что вратарь находится под таким углом, чтобы сыграть на этот гол. Интересно, насколько эмоционально Долганов отреагирует на этот бросок. И здорово помог Орлов. Ушел к борту. Когарлицкий в центре. Бросает и заставляет Долганова выкатываться. Чтобы поменяться. Нет, нет. Продолжает игру. Корбит шайбой тем временем. Смещается в центр. Бросает. В момент приема накрывают их. Иногда даже до этого приема не доходят. Артамонов. Летунов. Передача Артамонова. Бросок. Гол. Девятая шайба и 17 очков в сезоне. Также отмечаем с тобой Летунова, который здорово играет на подыгрыше. Но вот эта вот передача, мелкие передачи. Могут два в одного нижнекамца убежать. Нет, все будет решать хор уже самостоятельно. Бросил с неудобной руки, но не попал. Готовят новую атаку. Конюшков бросок в сторону ворот. Отскакивает шайба на пятак. И Летунов подбирает ее. Бросает. И забивает. 3-0. Вроде бы опасный момент уже ушел. Наброс от Конюшкова. Шайба на пятаке. Но решили. Ди решил действовать очень хладнокровно, на его взгляд. Решил с контролем выйти из-под прессинга. Хотя в окружении были и свои, и чужие. Заткнулся об своего и от своего игрока. Сумасшедший хоккей в Нижнем Новгороде. Еще один перехват. Лорионов пас к воротам. Долганов не позволяет исполнить точную передачу. Селезнев уступает Атанасову. Василий поехал за ворота. Резкий вираж. Шайба задевает штангу, кажется. Митякин дождался, когда шайба опустится на лед, успокоится. Бросок Прафак и гол! Голл попадает в дальний угол Лука Прафака. Здорово нанес. Но и также стоит отметить, да даже не свои заградили Бочарова. Нижнеканцы, точнее, а Нижегородец. Силаев не совсем удачно сел. Но в эти моменты либо ты садишься и ловишь шайбу, либо ты уходишь и открываешь. Хорошо провели первый период. Что-то было специально сказано тренерами или это просто классический первый период от торпеда? Я считаю, что мы хорошо играли без шайбы. У нас получалось атаковать игрока, который был с шайбой в своей зоне. И всегда кто-то был на поддержке второй игрок нашего в зоне атаки. Поэтому нам получилось пару шайб так забить. Жукенов поднимается к синей линии. Других вариантов ему особо и не предоставили. Пастухов в центр. Точилкин принял шайбу, бросил. Наверное, требовалось от Нижнекамса то, что потребовал наставник в этом перерыве. Точилкин не совсем. Выигрывает выбрасывание нефтехимик. Бросок. Бочаров смахнул шайбу в сторону. Ди поставил клюшку. Летунова опередил. Томпсон ведет борьбу с Шапигулиным. Выскакивает шайба к Ди. Дальше. В данном случае. Две команды, которые добрались до отметки в три шайбы в меньшинстве. Это торпеда и нефтехимик. Больше только у Амура. Пять голов в меньшинстве в этом сезоне. Долгая борьба за шайбу. Торпеда это устраивает. Потому что какие-то секунды бегут. Лещенко пока никто не бросает. Летунов, Конюшков и Томпсон обороняются у хозяев. Лещенко. Митякин угол очень острый. Пропака освободился. Под бросок. Бочаров все видит. Причем и Летунов был рядом. Клок разыгрывает с партнерами. Выводит Хоржева на ударную позицию. Шайба шла в дальний угол. Но Бочаров подставляет ловушку. Небольшая стычка перед воротами. Но уже все успокаивается. Нефтехимик. Прошу прощения. Клок на синий. Обработал Хоржев. Теперь к лицевой линии. И выводит Шуфигулина на бросок. Очень быстрый розыгрыш. Завязалась борьба. И Лоренов с Атанасовым эту борьбу выигрывают. Атанасов бросает сам. И Корбет не накрывает эту бросок. Свечников держит шайбу. Пять матчей подряд Евгений набирает очки. У него на этом отрезке две шайбы и четыре передачи. Момент у Летунова. Очень, очень, очень рядом. Мы по-бобровски торпедовцы пытались завести шайбу в ворота. Торпеда пытается расставиться в большинстве. Фирстер. К нему отскочила шайба. Сложная передача. Сложный бросок. Но торпеда и умеет играть в сложный хоккей. Фирстов вот теперь в центр. Проходит пас. Бросок Артамонова и Долганов. Важное спасение для вратаря. А это мы видим в предыдущем ряду. Не совсем получился бросок у Дмитрия Кагарлицкого. Как только Нижегородцы начинают кататься, они статично передавали руку передачу, сразу же возникает линия для передач. Вот опасный бросок и рикошет идет за ворота. Бочевалов-Шавин и в обороне Орлов с Канюшковым. Прострел подставляет клюшку Митякины. Шайба не прижата, но еще одного броска нефтехимику не хватило. Так в основном нижнеканцы пытались контролировать. Шафигулин выбирается на ближнюю штангу и бросает. Останавливает Бочаров игру. И дальше стычка у ворот. Две пары игроков образовалось. Ребята такие, как Канюшков и Бреус заступаются за своего вратаря, защищают пятак и говорят о том, что здесь, здесь хозяева мы. Так и должно быть. Северсен так подтолкнул последний момент соперника. Знаешь, это в стиле Лео Комарова было. Вот я помню эти золотые времена. Если никто из судей не забрал, какой момент у Филлипса не попадает защитник торпеда в створ ворот. Игра остановлена. Достал и Свечникову. Немножечко потерянные глаза были. Но нет, Пустухов его вообще не видел. Несчастный случай. А вот момент, когда Селезнев пытается играть без лезвия. Спасибо тебе, добрый человек. Вот такие слова хочется в адрес арбит рассказать. Ну вот еще раз повтор момента, когда никто никого не видит. Вот с этой камеры... Штрафа нет. Эксперт хоккея. Очень громко звать это мне сейчас присвоил. Но мне показалось, что движение было, но... Нет, безусловно, оно было. Вот момент у Нефтехимика. Не забивает Лещенко сейчас. Ждет поставление. Постоянно нападающий стоит перед Бочаровым. А вот опасный момент. Не удалось докрутить Лещенко, чтобы отправить шайбу в ворота. И сейчас уже... Подлетела шайба. Вернулась на клюшку Жукенову. Вот бросок низом. В 13-м форвардном заявлен. Момент у торпеды. Отличный шанс у Абрамова. Бросок низом. И Долганов. Не с того плеча. Разворачивался совершенно через другое плечо. И потерял очень много времени на этом. Смотри, Леонид, вместо того, чтобы развернуться через ближнюю сторону, старался разворачиваться через дальнюю. Я к чему это? Мы разговаривали. 20 лет этому нападающему. Уже определенный опыт в КХЛ у него. У него имеется 23 матча в регулярном чемпионате. Заброшенная шайба. Кирилл, ну, традиционно приходится спросить, каково это возвращаться на эту арену. Поделитесь своими эмоциями. Как всегда, приятный атмосферок незабываемый. Правда, только счет не в нашу пользу. Но еще есть период, чтобы вырвать матч и выиграть его. Можно сказать, немного проспали начало первого периода, но сейчас и по счету, и по игре такое ощущение, что вернулись в игру немного. Наверное, больше не проспали, а то, что пропустили, в принципе, три достаточно таких быстрых, я бы сказал, гола. И маленько где-то пришлось еще больше выжимать себя. То есть заново возвращаться в игру. В этом смысле у Дергачева много других сильных сторон, которые можно компенсировать только коллективным трудом. А тот понимает, что есть немало места, этим можно воспользоваться. А можно и бросить по воротам. Бочаров опускается. Время, есть пространство, но надо закрывать. Мимо цели. И остается уже 35 секунд у «Нефтехимика». Еще один бросок Леонтьева. Вот тут Бочарову пришлось играть. При игре, при розыгрыше 5 на 3 находился Митякин в этой ситуации. Еще умудрился подправить шайбу, но Леонтьев уходит играть перед воротами. Сколько переходов шайбы сейчас от одной команды к другой. Падение, борьба, столкновение передачи. Прошла на Лещенко. Опаснейший бросок. И Бочаров его отбивает. «Нефтехимик» продолжает атаковать. Хлыстов передача Шифигулина. Селезнев перед приемом. Посмотрел куда-то в центр, но скинул за спину Шифигулину. И теперь сам Селезнев атакует. Острый угол для броска, но все равно момент тревожный для Бочарова. Артамонов ответная атака. Атака хозяев. Леонтьев шайбу забрал. В свободной позиции принял шайбу. Отдал на уровне колена Клоку. И убегает Атанасов от Клока. И не догнать уже Василия. Когда передача пошла, но видит защитник, что не может он ее принять. И все-таки едет навстречу и отправляет Атанасова на рандеву со своим вратарем. Не хочется перебивать этот фоновый шум, этот интершум со стороны болельщиков. Да, это дорогого стоит. Показательно в том плане, что именно в этом сезоне на Нижегородцах говорят, как о команде с очень опасными контратаками. Момент у нефтехимика. И добить не получается. Скачет шайбу, уходит от линча. Корбит. Отдает Уракову. Филипс рядом. Ураков на синюю линию. Профака. Стрелять так стрелять. И это гол. Подняли шайбу наверх. Трафик перед вратарем. Возможно, она кого-то задела по пути. Мне кажется, что Корбит она как раз и задела. Резко ушла в сторону. Сейчас послушаем объявление. Но все очень просто. Простой бросок. Здесь слишком крупный план, чтобы понять, сыграл Корбит или нет. Может быть, отсюда мы его видим. Шайба шла вверх и резко ушла вниз. Да, задела. В Нижнем Новгороде предпочитает не молчать. Там игра уже идет. Там драка идет. Нам игры Лорионова показывали. Он тоже, естественно, смотрит на Ди и Томпсона, если не ошибаюсь. Да, два легионера схлестнулись с ней на шутку. Ди две за грубость получает. Ага, вот в чем дело. Очень любопытный момент. Большинство у Торпедо. Вот атака с ходу. Фирстов, Долганов отбивает. Отличная передача Артамонова. Но здорово вернулись. Лещенко пять голов. А вот еще одна шайба. Ее забивает Митякин. 4-3. Нефтехимик реализует большинство. Сколько было уже таких уроков у торпедовцев. Но и не выкинута шайба. Передача Ди. Трафика как такового перед воротами не было. Опять только свой игрок. Я не знаю, насколько он мешал. Но нет, здесь он расстреливал и бросил. А Митякин шикарно выявили его на бросок. Неотразимый бросил. И номер десятый. От Ди. Не так приятно было бы игру продолжать Томпсон. Но сейчас у Томпсона тоже тяжелый момент. Бочаров не зафиксировал шайбу. Селезнев пытается ее добить. Фирстов. У тренера всегда есть такая опция, как замена своего вратаря. На это тратится какое-то время. Вот вопрос Каши Фигулина добавляет Селезнев. И Фирстов здорово оказался своевременно на пятаке. Ди выигрывает вбрасывание. Очередное в этой встрече Леонтьев. Передача в клюшку Луки Профаки. Профака две забил. Надеется на третью. Эта шайба залетает. Но ярче всех отмечает Жан Себастьян. Ди 4-4. Но вот на примере торпеда видно, как можно себе создать проблемы на ровном месте. Как это просто делать. Как ломаются матчи. И тратятся нервы. И да, видно, что болельщики поддерживают. Нет никакой высоко поднятой клюшки. Здорово. А это перехват. Ди катит к воротам. Филипс успел занять позицию. Помешать броску Ди. Абрамов в зону зашел. Атанасов свободен. Проходит передача. Атанасов второе движение. Фирстов. Свечников катит воротам. А передача идет чуть назад. Под бросок. Филипс. Передача на дальнюю штангу. Вот это опасно. Артамонов держит клюшку. Смещается в центр. Бросает нарушение очевидное. Можно было еще немного продолжить игру. И Никита Лянкин. Но, наверное... Нефтехимика и пытается по футбольному хлыстов сыграть. Не поменялся. Он дали клюшку со скамейки. Но вроде бы опасность миновала. И все равно поддавливает торпеда. Когарлицкий бросок. Гоу! Дмитрий Когарлицкий приносит победу торпеда на последней минуте овертайма. На клюшке, да, вот эта ситуация, во-первых, не смогли вывести шайбу из зоны. Долго давали клюшку еще филстолу, но там как-то... И вот, смотри, у Митякина она на удобной руке. Делай с ней что хочешь. Ну и Дмитрий туда рукой ее, как в лучшие времена. Делает что хочет. Блестящий бросок. По нему невозможно среагировать, по нему невозможно сыграть. Вы решили сегодня болельщиков без дополнительных эмоций не оставлять. 4-4 с 4-1 и потом такая победа. Ну, конечно, я думаю, им тоже не хотелось таких эмоций, на самом деле. Что-то 4-1 вели, должны такую игру доводить в основное время без такой нервотрепки в конце. Я думаю, наши болельщики не заслужили столько нервов потратить. Поэтому хорошо, что так все закончилось, конечно, но надо дожимать основное такие игры. Ребят, всех с победой, молодчики. Но работы, ребята, предстоит очень-очень-очень много. К сожалению, выиграли, два очка взяли, это шикарно. Но, ребята, с такой дисциплиной, что так далеко не пойдет. Это все, что я хочу сказать. Обедайте.